Интересные совпадения наблюдаются. В Санкт-Петербурге выпал из окна ученый Александр Каганский, биолог, имя которого знали во всем мире. Много лет этот человек работал над появлением лекарства от рака, причем не только в нашей стране. Последние несколько месяцев мужчина также принимал активное участие в создании вакцины от коронавируса. При институте генетики и молекулярной медицины в Эдинбурге, это Шотландия, серьезные не на минуточку, а на днях, приехал в Питер ненадолго и ух ты, выпал в окно. Не менее занимательной выглядит другая история. За несколько дней до этой трагедии в начале декабря в Срипаса в СМИ просочилась информация о гибели Брэнди Вохан. Эта общественница, основатель движения против вакцинации в США, немало крови фармацевтическим компаниям Мадам Подпортила, умерла при невыистинных обстоятельствах вместе с детьми. Причиной смерти, правда, назвали осложнение с желчным пузырем, по-моему, о как. Видимо, семейная какая-то хворь, раз все разом загнулись, заразная даже, видимо. Нет, я не собираюсь сейчас придумывать и транслировать у нас и теории заговоров. Ну, как-то странно это выглядит, не находите? На дворе пандемия короны. В разных странах мира целый год бьются над созданием панацеи. И вот как только пошли заявления, мол, все, вакцина появилась, осталось только там буквально несколько тестов провести. Россия об этом сказала, американцы, британцы, ну и так далее. Люди, знающие о боном, лекарственном чуде, немного больше остальных и начали умирать неудивительно. Начинаем! Ну и сегодня продолжение уже начатой истории. Во вторник мы опубликовали первую серию нашего анализа, скажем так. Кто не видел, посмотрите. По ссылке она в описании, вам будет так понятнее просто о чем речь. Ну, а все остальные, запасайтесь попкорном и это реальная журналистика о третьей мировой войне. Продолжаем рассуждать. И да, при чем тут коронавирус? Вот такой будет тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Дамы и господа, приближается Новый год и мы с коллегами решили в это непростое время помочь детям, сиротам из моего родного Екатеринбурга, нескольким детским домам, собираем деньги на подарки, кто сколько сможет, четких рамок нет. Если все получится, обязательно съездим. Обязательно поздравим ребятишек. Принять участие можно, перейдя по ссылке, она сразу под видео. Там все просто разберетесь, не уговариваю, но призываю. Итак, мы уже выяснили, войны не случаются просто так, потому что царь Горох рассорился с царем Лютиком. Например, это в сказках. В реале, в любой войне всегда ищи экономическую подоплюку и задавай правильные вопросы, зачем? Кому это выгодно? Ради каких целей? Когда-то бились за веру, за территории. В современном мире нет. В современном мире правят деньги. Деньги же дают возможность влияния на планетарные процессы. И вот мы снова оказались на пороге больших перемен. Человечество входит в цифровую эпоху, в цифровую экономику. Здесь чем? В последнее время мы все чаще наблюдаем и непривычные для некоторых бизнес-структур процессы, которые вдруг начали трансформироваться в нечто пока не очень понятное, отходя от основной сферы деятельности и переходя к другим. Ну, вот самым, наверное, ярким примером для нас, для россиян, может стать история со Сбербанком, казалось бы. Крупнейший банк в Европе, который замкнул на себе еще со времен Союза почти все финансовые потоки. И не только в РФ, до 80% денежных операций на территории бывшего СНГ. Без Сбербанка никак. Так, блин, сиди ты на попе ровно. Снимай свой процент с каждого рубля, доллара, евро, ничего при этом не делай, но нет. Греф захотел превратить банк в корпорацию, теперь они занимаются всем, даже доставкой еды из магазинов. Удивительная ситуация наблюдается и в других сферах экономики. Я имею в виду традиционные сферы, в смысле, которые пока еще остаются традиционными, смотрите. А в начале года стало известно о новом нефтяном кризисе. Настоящий скандал тогда разразился, ОПЕК+, сказали, ребята, снижаем объемы добычи, причем круто снижаем. Для особо непонятливых затем продемонстрировали, что может быть в случае ослушания. А если не будут брать, отключим газ. Киевик отключили, да так, что нефти в минус увели, а потом в дверь постучался коронавирус, и тут все приплыли вообще. Весь мир друг от друга отградился. Дальездные ворота в каждую цивилизованную страну повесили огромный амбарный замок условный. Разумеется, стоп! А как работать-то в таких условиях, задавались вопросами бизнесмены, а не как, отвечали им. Карантин, сидите дома! В России, правда, все это извратили, самоизоляцию какую-то придумали. Пока больше вопросов, чем ответов. С сегодняшнего дня в Кировской области введен режим самоизоляции. Из-за распространения коронавируса правительство запретило кировчанам выходить из дома. В итоге почти полгода люди сидят по домам и не работают целыми городами, не работают предприятия малого и среднего бизнеса. Бешеные убытки несут. Я сейчас не о бюджетных присосках, я о по-настоящему самостоятельно зарабатывающих предприятиях. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, организации сферы услуг, магазины и магазинчики. Всем запретили функционировать. Кто-то не смог пережить даже первых ограничений, уже тогда разорились. Тысячи предпринимателей остались без бизнеса, миллионы людей хлынули на улице. Не только у нас и везде. А из-за чего? Из-за малоизвученной болезни, от которой, кстати, смертность-то не такая уж и высокая. Простой пример, пожалуйста. Ответьте мне кто-нибудь, как много людей, заболевших вот этим вот ковидом, вы знаете? Десятки, сотни, да нет. Пара-тройка знакомых может быть есть, и то не у каждого. А мы ведь о пандемии говорим. О вселенском звездеце, то есть выйдя на лестничную площадку прямо сейчас, ты должен осознать, что твоя квартира чуть ли не единственная во всем подъезде, где все еще остались живые и здоровые люди. Все остальные двери должны быть опечатаны. Соседи либо в больнице, либо в морге. Рекорд по числу инфицированных за сутки три дня подряд ставится во всем мире. Накануне прирост заболевших составил 383 тысячи человек. Это на 33 тысячи больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных превысило 37 миллионов. Однако в реале совсем-совсем ужас, о котором говорят в ящике. Вы ведь не наблюдаете, верно? Зато ограничения ужесточаются с каждым днем, и они снова бьют по шаткой экономике. Казалось бы, да самим властям это невыгодно. Они налогоплательщиков теряют голодных, день от дня все больше и больше становятся. Нет. Власти, напротив, лишь нагнетают, а в конце концов, мы с удивлением узнаем, элиты от пандемии вообще ни разу не пострадали. Наоборот, у этих ребят даже прибыло. В конце ноября прошла информация о том, что по итогам дважды кризисного 2020 года состояние 22 богатейших россиян превысило бюджет страны. Они богаче, блин, стали почти на 3 триллионок. За счет чего? А все очень просто. За счет того, что под шумок начали скупать якобы неликвидный, якобы разорившийся бизнес по 3 копейки за пучок, причем в прямом смысле по 3 копейки, как он, бывший зять деда Вовы, что умудрился приобрести многомиллиардную долю в крупнейшей нефтехимической компании в Европе за 100 баксов всего. Кто и как получил какие-то там акции в этой компании? Оказывается, компания опубликовала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу. Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента. И вот господин Шамалов, он так же, как и другой высший менеджмент, получил по единому правилу. Есть и другие программы для другого уровня управления. Они получили по другим правилам. То есть вот так вот, тихой сапой и методом цап-царап определенные граждане готовят для себя тепленькое местечко в новых экономических реалиях, прихматизируя ценное за бесценок. Подобное происходит по всему миру. Еще раз повторюсь, не только в России, но нас-то россиян. Оно как раз должно больше остальных насторожить. Мы ведь не какие-то немцы. Нас уже так кидали. По похожей схеме не так давно, кстати, 30 лет назад, всего пускай развала Союза, когда активы огромной страны присвоила себе небольшая горстка негодяев. Вы ознакомили, ознакомьте меня с постановлением. Вы читали его вообще сами? Конечно, я читаю. Он носит рекомендательный характер. Наши юристы прислали нам друг друга. В стране никто не войдет в режим чрезвычайной ситуации. Вот, пожалуйста, оденьте. Нет, маску я не буду надевать. Ну тогда мы не будем носить. Вы обязаны наслужить. Нет, не обязаны. Подаду книгу жалоб на горячую линию оставлю вам. Пожалуйста, книгу жалоб там, на горячую линию можно тоже позвонить. Ответьте мне кто-нибудь, что она делает? Это директор магазина, насколько я понимаю. Хорошо, я вам отвечу. Она собственными руками уничтожает предприятие, на котором трудится. Создает ситуацию, когда она сама может остаться без работы, а еще спешит сделать безработными всех своих коллег. Нет? Человек пришел к тебе потратить деньги. Твой бизнес – это розничная торговля продуктами питания, не масками, продуктами. Что делает эта полонная? Нет. Мы вас не станем обслуживать без намордника. Мы не хотим зарабатывать. Мы очень мечтаем разориться. И интересы производителей масса для нас в данном случае в приоритете. То есть, ребята, мало бабла-то умудрились поднять за год. И таких дур пол-России, ребята. А через полгода, когда она все-таки угробит свое предприятие, по собственной тупости, владельцы примут решение закрыть данную торговую точку в виду нерентабельности, эта баба начнет ныть. Ой, как же так получилось, как мне жить-то теперь? Иди, скажу я ей, к производителям средств защиты и спрашивай обоном у них. Я могу долго рассказывать, как у людей по всему миру пытаются отжать. И это новое будущее. Но стоит ли... Надеюсь, вы поняли, к чему я веду. Эта война будет и экономической, и информационной. Она будет другой. К такой мы просто не готовы. Но последствия могут быть ужаснее, чем от двух предыдущих. Голод, мор, тотальная нищета и безработица. Люди, как собаки, вынуждены будут бросаться друг на друга, даже за просроченную похлебку. Ждать осталось недолго, и такие вот новости станут обыденными. Очевидцы сняли на видео, как челябинцы дерутся за отходы из супермаркета. Перепалка возникла между... А эти уже сейчас себе соломки подстерили. Возьмите, например, эту пресловутую вакцину. Да никто ее до ума никогда не доведет. Вон и Пфайзер сказали, что у них тоже что-то не очень удачное получилось, как и с нашим спутником. А потому что невыгодно создавать конечный продукт. Лучше еще лет сто разработкой заниматься, осваивая миллиарды. А потом пригодиться со своими освоенными миллиардами победителям в текущей войне. Они, к сожалению, пока такими победителями можем стать немых. Впрочем, как всегда, народу лозунги, ребятишкам бабло. Только в этот раз все будет гораздо хуже. Мы же как индейцы в Америке, потому что отдаем все за бусики и не спорьте. Ребята долго к этому готовились. Они не просто так делали из населения потребителей под занавес. Еще один пример, так и быть, приведу. Ну вот, смотрите. Мы с вами сейчас общаемся посредством YouTube, по сути, монополиста на рынке видеоплатформ. Как думаете, неужели на планете до сих пор не нашлось ни одной светлой головы, которая могла бы создать для данного монстра конкурентную площадку? Да нет, были такие спецы, я уверен. Просто хейдхантеры гугла очень быстро их вычисляли и нанимали за мелкий прайс к себе. Элиты хотят также во всех остальных отраслях, которые некогда принадлежали народу. Поэтому еще раз, друзья, третья мировая война уже идет. Но только от нас зависит. Чего ждать по итогу? Победим или по Чубайсу они просто не вписались в рынок. Как-то так. Все. Это была реальная журналистика. Думайте, подписывайтесь на наш второй канал. Там мы публикуем чисто новостной контент. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok